Шестой класс, девятнадцатая серия. Признак делимости на 7, 11, 13. Это обобщенный признак делимости. Произведение этих чисел – тысяча один. Так, разбиваем число на тройки. 560, 400, 300, 20 и еще один. Теперь складываем стоящие на нечетных местах. 560 плюс 300 и еще один. Получится 861. Находим вторую сумму. Это стоящие на четных местах. 400 плюс 20. Получится 420. Из большего нужно вычесть меньшее. Значение разности 441. Число 441 делится на 7. А вот на 11 и 13 не делится. Значит, вот это многозначное число делится на 7. А на 11 и на 13 не делится. Остатки. Четное число делится на 2. И остаток при делении на 2 равен 0. Нечетное число при делении на 2 дает остаток 1. Итак, возможные остатки 0 и 1. При делении на 3. Если число делится на 3, мы говорим, нет остатка. Или остаток равен 0. Число, например, 4 при делении на 3 дает остаток 1. А число 5 при делении на 3 дает остаток 2. Итак, при делении на 3 возможные остатки 0, 1 или 2. Вот это возможные остатки при делении на 3. Первая задача. Найдите восьмую часть от удвоенной трети числа 24. Давайте начнём с того, что мы сначала найдём треть от числа 24. Это 8. Теперь давайте найдём удвоенную треть. Надо взять два раза по 8. Получится 16. А теперь осталось найти восьмую часть от 16. Мы 16 делим на 8 и получаем 2. Ответ 2 в этой задаче. Вторая задача. Длину каждой стороны квадрата увеличили на 10%. Насколько процентов увеличилась площадь квадрата? Допустим, сначала сторона квадрата была А. Сантиметров или метров, неважно, А. Площадь такого квадрата равна А в квадрате. Так, теперь сторона квадрата стала больше на 10%. Это значит, А прибавить 1 десятую от А. Это будет 1 целая и 1 десятая А. 1 целая и 1 десятая А. Какова площадь этого квадрата? Так, это у нас первая была площадь, ну, а это, например, площадь вторая. Так, чтобы найти площадь второго квадрата, нужно 1 целую и 1 десятую А умножить на 1 целую и 1 десятую А. Получится 1 целая и 21 сотая А в квадрате. Итак, площадь квадрата возросла на 21%. Третья задача. Сколько раз надо отнять одновременно от числа 400 по 20, а от числа 200 по 10, чтобы получились равные остатки? Давайте вопрос задачи обозначим за х. Х раз надо отнять. Итак, отнимаем по 20, а здесь отнимаем по 10. Теперь осталось решить это уравнение, чтобы найти х и ответить на вопрос задачи. Давайте прибавим к обеим частям равенства по 10х. И здесь тоже плюс 10х. Минус 10х плюс 10х. То есть справа от знака равенства, слагаемых с множителем х, у нас не будет. Останется только 200. Так, здесь будет 400 минус 10х равняется 200. Значит, 10х это 200, а чтобы найти х, надо 200 разделить на 10. Итак, х равен 20. Ответ 20. Продолжение следует...